Подожди, слышно. Это Виктор. А, Виктор, вон. Да, Тихоныч, к истинному православию есть ещё книги? Есть, есть. Сколько надо? По одной книге нам ходить... По книге одной ходить очень невыгодно. Сразу нужно заказывать больше, тем более мы готовим переиздание. Сейчас идёт работа по корректировке. Да, понятно. Помните, мы сюда приезжали во Францию, у нас уже 37 томов было. А к истинному православию... Нет, церковь, свобода, тюрьма, что я говорю. Церковь, свобода, тюрьма не хватило. Это церковь, свобода. Вот, стихия, стихия, я не то сказал-то. Но не будет пока так, потому... Церковь, свобода, тюрьма есть у вас. Они на исходе давно уже. Вот как четырёхтомник выйдет, они там будут все вместе собраны. Но если Господу угодно, тут Нина Васильевна Яшина собирается к вам, потеряет на крещение. Вот. И если можно с ней один томик передать, церковь, свобода, тюрьма. Можно будет, на государство только одно. Потому что книга самая первая, и она уже давно-давно окончилась. Недавно только нашли ещё одну пасеку. Ну вот просим молитв. У неё там много препятствий, и муж больной раком. Но она собирается именно в Потеряевку за 6 тысяч километров. Ну у нас были... Просим всех молитв. У нас были из... А дети прилетали... Дети прилетали из Канады. Первая остановка у них была пересадка во Франции, в Париже, потом в Москве, потом в Барнауле. И не один год ещё прилетали. Нигде, говорит, не нашли такого лагеря, чтобы дети были так воспитаны. Ну я помню, там Егор, по-моему. Да, 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 да. Ну так вот, к Истину Православию... И к Истину Православию сколько вам надо? Да, штуки 4 бы хорошо было бы. Ну хорошо, 4 мы можем дать больше. У нас сейчас как раз остатки нужно, чтобы расходовались. Потому что мы пересдавать будем. Перездано там, это уже дороже будет. Ну сколько она может взять? Я ещё с ней побеседую. Побеседуйте. Лететь надо через Армению и на Москву. То есть такой надо зигзаг сейчас делать. Пускай, пускай, пожалуйста. Ничего не так просто. Пожалуйста. Лично в руки мы можем дать ей пачку. Это 8 штук. Не развязывая. Ну хорошо. Каждый... Спасибо, Христос. Стоит каждая книга 1100 рублей. Понятно. Так, по несегодняшним ценам эта цена очень низкая. Потому что вот мы трёхтомник-то и сдавали. Это как шагнуло, нас тряхануло, будь здоров, искали где и что. А тут ещё беда. Один пожертвовал, а потом давай пластить назад. А назад-то всё. А в это время подвернулась такая обстановка. Наши хорошо знакомые люди попали в плен. Их надо было выкупить. И требовалось больше миллиона. И мы из этих денег-то отдали, думая, наберём. А тот сразу потребовал, с неба содрал деньги. Но мы не отдали, ничего и не было. Потому что за книги платили. Нет, мы всё равно быстренько собрали и отдали ему, рассчитали с ним и всё. Неразумно поступают, а ей приходится вот так. Хорошо. Так пускай она готовится, скажет ей. Мы даже распечатать пачку не будем. И дирекция ей будет нести. А в пачке 8, нет, там больше, наверное. 10 даже может быть. Она размер 480 страниц. Это книга, по которой диссертацию защищали. Я её 40 лет собирал, материалы. Это Бог так сделал. Это Ему милость. Так, никого больше нет. Ухожу. Посылай, брат Виктор. Спасибо вас. Владимир Тихонович. Кто это? Владимир? Можно, да. Ну, давай, говори, Владимир. Знаете, я хотел про Духа Святого сказать. Сегодня на проповеди у нас второй священник, да? Он, значит, всё рассказал про Дух Святого. Ну и сказал, что Бог двоищен, отец и сын. А Дух Святой, он как личность, он принимается, но от него Дух не исходит. Ну, это, это еретики так толкуют. Мы понимаем, как написано. Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святой. Веру во единого Бога Отца. А это еретики. Вы с ними не разговариваете. Это еретики, такие, как свидетели Егова называются. Так, кто не признаёт за личность Духа Святого, это еретики. Грубые, страшные еретики. И вы с ними не разговариваете. Ну, правильно, Бог истинный. Я ясно, что Бог истинный, святой, сентарный, как и Отец. Святая Троица. Да, да. Всё, вопрос решён, отошёл. Спасибо, Господи.